Провинция Хэйлунзян располагает узнаваемыми природными пейзажами, которые называют пейзажи северной страны. На днях торжественно открылся 39-й Харбинский международный фестиваль «Льдай снега». Данный фестиваль «Льдай снега» на дему 60-летняя история «Льдай снега» запустил три дематических мероприятия, таких как встреча в Льдайном городе, музыка «Льдай снега» и льдзийская настя весеннего снега. Наступила ночь, сожигались фонари. Барк по решению мили «Льдай снега» в Харбине великолепен. Под фантастическим светом и динамиченную музыку туристы со всей страны собираются здесь, чтобы отпраздновать уникальный фестиваль «Льдай снега» в Хэйлунзян. Это действительно потрясающе. Потому что если посмотреть все здесь вокруг, здесь все горит, все сверкает. Потрясающее шоу, потрясающий свет. Китай действительно умеет удивлять. К сожалению, последние три года, когда границы были закрыты, мало кто из иностранцев мог это видеть. Поэтому надеюсь, что в этом году, когда границы откроются, иностранцы снова смогут приезжать сюда, приезжать в Китай, приезжать в Харбин. В этот момент в ночном небе царство «Льдай снега» предоставлено яркое и великолепное шоу фейверков. Забоченные фейверки и ретяные фонари дополняют красоту друг друга и состоят в обетендряющей зрелище. Туристы со всего мира съезжаются на международные фестивали «Льда и снега», чтобы посмотреть и фейверк. Порюбоваться ретяными фонарями и насрадиться великолепными пейзажами северной страны. Очень здорово. Когда я приехал сюда, я сначала покатался на парижской горке, затем я успел прокатиться на корресе обозрения в направлении загады. Когда я поднялся на корресе обозрения, я увидел загад, а когда я опустился, порюбовался ночным видом. Это было действительно прекрасно. Путешествовать по Харбину замечательно. Я путешествую по Гидаю, и мне очень нравится это место. Я впервые в Харбине. Это место очень красивое. Я видел это место по тервизору и всегда хотел приехать сюда. Сегодня это, наконец, сбрось.